В Хабаровском крае регистрируются единичные случаи горения сухой травы и мусора на открытой территории. Ежегодно в осенний период в Хабаровском крае учащаются выезды пожарно-спасательных подразделений на сообщения о загорании сухой растительности и мусора на открытой территории. В настоящий момент ситуация достаточно спокойная. В первую очередь это связано с переувлажнением почвы в результате обильных осадков и прохождение паводка. Однако тревожные события уже поступают на пульт пожарно-спасательной связи гарнизонов пожарной охраны Хабаровского края. Так, за прошедшие сутки пожарные расчеты 9 раз выезжали на тушение травы и мусора на открытой территории в Хабаровский муниципальный район. В городе Комсомольске-на-Амуре пожарно-спасательные подразделения ликвидировали два пала сухой травы и дважды привлекались к тушению горящего на открытой территории мусора. Часто причиной загорания сухой растительности становится человеческая небрежность и неосторожность. Иногда она выжигается умышленно для очистки полей и сенокосов от нежелательной растительности. К сожалению, многие люди не осознают, что горение мусора и сухостоя на открытых пространствах может быть весьма опасно. Ветреная погода может способствовать увеличению площади возгорания и сделать его неуправляемым. В подобных случаях огонь может перекинуться на жилые строения и на дворные постройки. Особую опасность представляют палы, пущенные вдоль автомобильных дорог, ведь там на их пути могут оказаться, например, автозаправочные станции, рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Владимир Решетов. Горящая трава совсем не так безобидна, как многие думают. Обычно в осенний период палы имеют массовый характер, охватывают большие площади и, главное, очень быстро распространяются, что очень затрудняет их тушение. Стоит отметить, что в соответствии с распоряжением губернатора Хабаровского края, также распоряжениями администрации муниципальных районов на территории 14 муниципальных районов края и города Комсомольска-на-Амуре, установлен особый противопожарный режим, согласно которому ведется запрет на посещение лесов разведения открытого огня. Напомним, лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность. Так, согласно установленным нормам статьи 20.4 КОАП РФ, на граждан налагается штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. Если на территории муниципального образования введен особый противопожарный режим, то сумма взнимаемых штрафов увеличивается вдвое. Для граждан это уже будет от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц 15-30 тысяч рублей, а юридических от 200 до 400 тысяч рублей. Если ущерб достиг более 250 тысяч, есть пострадавшие люди, то для виновных лиц наступает уголовная ответственность. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям края о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, не жечь костры, не поджигать сухую траву. Очистите территорию своих участков и прилегающую зону от мусора и растительности. Будьте крайне осторожными при обращении с открытым огнем в местах отдыха, рыбалки, охоты за пределами населенных пунктов и на приусадебных участках. Продолжение следует...